Кстати, о том, что вышел фильм о Метивиль, сообщил Мурат Саматов. Он написал, что, кстати, вчера вышел в прокат фильм о Метивиль, пробуждение, трейлер неплохой. А Данте ему ответил, что, возможно, фильм будет называться «Утраченные записи». Так какое будет название? Пробуждение или утраченные записи? Какое же все-таки название фильма будет «Ужас о Метивилье»? Пробуждение или утраченные записи? Пока еще мне это неизвестно. И если у кого-то есть такая информация, напишите в комментариях, как же все-таки правильно называется фильм. Так как премьера фильма состоялась уже 20 июля, фильм уже, как говорится, вышел в прокат. И многим уже счастливчикам посчастливилось посмотреть этот фильм. Вот если вы один из счастливчиков, напишите ваше мнение об этом фильме, в комментариях будет очень интересно почитать. 13 ноября 1974 года Рональд Эфо-младший убил всю свою семью, двух своих сестер, родителей, двух братьев. И, как он сказал, это связано с тем, что он слышал какие-то голоса, которые ему приказали совершить это. Он не признавался в убийствах в этих, но через какое-то время он признался все-таки в этих убийствах. Но история этого дома не закончилась на одном Рональде Эфо-младшем, который убил всю семью. Через 13 месяцев в этот дом в Метивилье переехала другая семья, Люц, которые купили, можно сказать, этот дом за бесценок. И, конечно же, эта семья не могла даже и подозревать, что ровно через 28 дней им придется покинуть этот дом. Это реальная история. Если вам интересно посмотреть действительно реальную историю, которая происходила в это время, вы можете после просмотра видео перейти по ссылке. У меня есть видео, которое рассказывает о реальной истории дома в Метивилле. Ну, о чем же будет рассказывать новый фильм ужаса Метивилля, пробуждение или утраченные записи? История фильма будет закручена, конечно же, вокруг этого дома в Метивилле. Фильм будет рассказывать о том, что молодая девушка Белль переезжает в новый дом, переселяется с матерью-одиночкой и со своим братом-близнецом и сестрой Джульеттой. Брат парализован, он болен, соответственно, и у брата начинается чудесное выздоровление, он начинает поправляться, но вместе с тем открываются, начинают происходить странные вещи в этом доме. И также Белль начинает подозревать, что мать не сообщила о том, что дом, оказывается, имеет страшную историю, и что это и есть тот самый дом в Метивилле. Первый трейлер вышел 22 августа 2014 года, второй трейлер вышел 16 февраля 2016 года, и в июне не так давно вышел третий трейлер. Премьера фильма постоянно оттягивалась, назначались разные даты, но, как говорится, слава богу, 20 июля премьера фильма состоялась. Фильм представила компания Blum House Production, и сам Джеймс Блум выступил продюсером этого фильма, поэтому я думаю, что фильм обещает быть достаточно интересным. Но для тех, кто не смотрел трейлер, предлагаю сейчас посмотреть трейлер, также можете посмотреть, как говорится, настоящую историю о доме в Метивилле, и пишите, конечно, в комментариях, если вы смотрели фильм, как вам фильм, и какие у вас ощущения. На сегодня у меня все. Наслаждайтесь просмотром. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok